Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Последние 16 лет, как фестиваль Манны выходит в эфир, я приезжаю в это место. Обычно мы снимаем два видео в каждой поездке, если, конечно, погода позволяет. Это место называется Тель-Мегидо. В древности это был город, где Соломон хранил свои колесницы. Здесь проходили раскопки. Так почему же мы приехали сюда? Когда вы слышите слово «Армагеддон», то имеется в виду долина Армагеддон, которая находится сейчас позади меня. Эта территория занимает 200 квадратных миль. Когда-то это были болота, а сейчас это красивые поля. Сегодня мы поговорим о великом красном драконе. Мы рассмотрим его с совершенно новой точки зрения. Я никогда не говорил об этом на публике, а просто дал вам пищу для размышлений. Я не делаю из этого доктрину. Но позади нас находится Назарет. Не знаю, заметили вы это или нет, но когда Иисус каждое утро поднимался в Назарете, то видел эту долину, в которую он однажды вернется. Назарет — это одно из предгорий в долине Мегидо. В Ветхом Завете она называется долиной Изриэль. А сегодня я хотел бы показать вам один стих из книги Откровения. Он находится в 12 главе, где говорится о большом красном драконе с семью головами и десятью рогами. Если вы прочитаете это место целиком, то поймете, что этот большой красный дракон — это образ сатаны, который в послании к Ефесиным, второй главе, втором стихе, назван князем, господствующим в воздухе. Под его контролем находятся силы и власти. Это те духи, которые, согласно Даниилу, правят в поднебесе. Итак, давайте прочитаем. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. И на головах его семь диадим». В Ветхом Завете есть пять больших и двенадцать малых пророков. То, что они большие и малые, не означает, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Слово «большие» относится к размеру их книг, а «малые» означает, что их рукописи были короткими. У Иоиля всего три главы, а у Исаии шестьдесят шесть глав. Итак, Исаия, и Эзекииль, и Иеремия считаются большими пророками. По Ветхому Завете есть три апокалиптические книги, в которых присутствует апокалиптический символизм. Возможно, вы слышите «Позади меня вертолет». Тут находятся военные базы, и вертолеты, и самолеты летают чуть ли не каждую минуту. Тут также часто летают дроны. Наверное, это хорошая картина того, что будет происходить в будущем. Я хочу поговорить о книге Захарии. Его книгу изучают довольно редко, хотя она называется миниатюрным апокалипсисом. Символизм из книги Откровения впервые появляется в книге Захарии. Вот слышите, опять вертолет пролетел. Они тут часто летают. Итак, символизм из книги Откровения впервые появляется именно в книге Захарии. В книге Захарии первой главе говорится о четырех рогах, которые символизируют четыре языческие империи, рассеявшие еврейский народ. В четвертой главе говорится о двух маслинах, которые дают золотое масло. А в книге Откровения говорится о двух свидетелях времен Великой Скорби, которые Иоанн назвал двумя масляничными ветвями. В шестой главе Захарии говорится о четырех колесницах, которые везут четыре лошади. И вот какого они цвета. Черный, белый, рыжий и пегий. Чуть позже я покажу вам коней апокалипсиса из книги Откровения. Там же в Откровении, в 14 главе, говорится о правлении Мессии, который вернется в Иерусалим. Там также сказано, что его ноги будут стоять на Елеонской горе, которая треснет на две части и образует Великую долину. Все это есть в книге Захарии. А мы заглянем еще одну книгу Ветхого Завета. Во второй главе говорится об образе, который Навуходоносор увидел во сне. Этот образ был похож на фигуру человека с золотой головой, руками, грудью из серебра, туловищем из бронзы, ногами из железа, ступнями из смеси железа и глины. Это подразумевало разные народы. Вавилонин, Мидо Персов, Римлян. И две ступни — это десять царств последнего времени, которые появятся из Римской империи. А в последнее время они отдадут свое царство Антихристу. Десять пальцев на ногах — это последний символ. В седьмой главе книги Даниила есть лев с крыльями орла. За львом идет медведь с тремя ребрами в пасте, за ним идет леопард с четырьмя крыльями, которые потом были вырваны, а за ним вышел зверь с десятью рогами. Я не собираюсь объяснять вам, что означают все эти символы, но мы вернемся к ним немного позже. У Даниила в восьмой главе говорится об овне с двумя рогами. Один рог больше другого, затем этот рог был сломлен. Если вы посмотрите на символизм, то можете спросить, что все это означает. Чуть позже я объясню, что означают эти символы из книги Захарии и книги Даниила. Давайте мы вновь откроем книгу Откровения, которую также называют Апокалипсисом. Это означает открытие того, что скрыто. В Откровении пятой главе говорится об Агнце, который есть Иисус. В шестой главе говорится о четырех всадниках, а в Захарии шестой главе говорится о четырех колесницах с рыжим, черным, белым и пегим конями. В Откровении шестой главе говорится о четырех всадниках, рыжим, черным, белым и пегим. Это слово означает «бледно-зеленый». В Откровении двенадцатой главе говорится о рожающей женщине, а Большой Дракон пытается поглотить эту женщину. Тринадцатая глава из моря поднимается зверь с десятью рогами. Это царство Антихриста. Затем говорится о лже-пророке, который назван Агнцем с двумя рогами. Два рога означают, что он принесет две религии. Одной из них будет отступническое христианство, не настоящее христианство, а подделка, которая будет отрицать то, что Иисус — это Сын Божий. А второй религией будет Ислам. Вот что произойдет. Пусть Господь поможет мне сейчас не отвлекаться и донести до вас суть и истину. Помоги, Господь, мне придерживаться моей основной темы. Я считаю, что этот Агнец будет человеком, которого будут принимать, как Иисуса. Предположим, что он приедет сюда, на Ближний Восток, и здесь он будет совершать чудеса. Он будет вызывать огонь с неба, а еще он создаст образ. На русском это слово «образ», а на греческом — «икона». Эта икона будет живой и говорящей. Когда он это сделает, люди начнут говорить, что Иисус вернулся. Тогда весь Ислам, который верит в приход Махди, который придет и объединит весь Ислам в халифат, его помощником будет Иса бин Мриам, или Иисус, сын Марии. Этому учат в Исламе. Они учат, что когда Иса бин Мриам придет вместе с Махди, то объявят, что он не сын Божий, и направят людей в Ислам. Но это совсем другая тема. Если вы хотите, чтобы я учил об этом, то мы сделаем это чуть позже. Пророк будет делать это вместе с Антихристом. Об этом говорится в Откровении 16 главе, а в 17 и 18 главах говорится о блуднице на звере. Блудница — это город, царствующий над всеми царствами Земли, а также ложная религиозная система. Итак, у нас есть Овен, Агнец, Лев и Медведь. Как же истолковать все эти символы? Это можно сделать тремя способами. Во-первых, правило сравнения. Это правило гласит, что нужно сравнивать все образы в Библии. Мы уже это делали в книге «Бытие». Сатана — это змей. Также он змей в Откровении 12 главе. Тема змей прослеживается через всю Библию. Во-вторых, правило библейского истолкования. Это что означает? Правило библейского истолкования истолкования означает, что Библия толкует сама себя. Иными словами, в книге Даниила сказано, что означают все эти символы. Он не объяснил лишь то, что означает семь голов и десять рагов. Я изучал Библию Финеаса Дейка, и он говорит, что в книге Даниила это неописуемый зверь, потому что остальные звери были названы четко. Лев, медведь или леопард. А этот не имеет описания. Он просто назван зверем с семью головами и десятью рогами. Он неописуемый. Но очень важен для нас, потому что это царство Антихриста, которое сформируется в Европе и на Ближнем Востоке. Вернемся к нашей теме. Мы говорим о том, как толковать символы, представленные в Писании. Правило номер три — правило исторического исполнения. Мы можем вернуться к образу в книге Даниила и проследить его в пророческой и мировой истории. Мы знаем, что золотая голова — это Вавилон. Вавилон был захвачен Мидо-персами. Это грудь и руки из серебра. Персы были позже захвачены Александром Македонским. То есть, бронзовые бедра — это греческая империя, Александр передвигался очень быстро, поэтому он бедра. После империи Александра Македонского появилась Римская империя. После своего формирования она разделилась на восточную и западную, а затем появятся десять царств. Но есть еще один очень важный вопрос. Могут ли символы иметь двойное значение? Зачастую нет, но есть несколько символов с двойным значением. Мы знаем, что змей в Библии символизирует сатану. Почему же Моисей поместил змея на посох? А Иисус позже сказал, что он как змей на посохе. Вот вам ответ. Грех пришел через обман змея. А Иисус на кресте понес наши грехи. Он понес наши грехи, и именно поэтому Моисей не использовал для этого образ агнца. Как агнец Иисус безгрешен. Но он как змей взял на себя наши грехи. Это двойное значение символов. Вот еще один пример. Это агнец. Скажите мне, кто такой агнец? Конечно же, это Иисус. Это знают все. Иисус — это агнец, но кроме одного места в Библии. Это Откровение 13 глава. И там агнец с двумя рогами — это лже-пророк. Зачем же Бог использовал образ, символизирующий Иисуса? Так Бог говорит нам, что это будет подделка христианства. Оно не будет настоящим. Это будет система блудницы. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Хорошо. Итак, теперь вы понимаете, что некоторые символы могут иметь двойное значение. Я обещаю, что я все-таки дойду до дракона, о котором я планировал поговорить. Но сейчас еще немного о книге Даниила. Там есть четыре живота. Лев — это Вавилон. Медведь — с тремя ребрами. Это Мидо-Персы, которые захватили три континента. После Мидо-Персов появился Леопард. Это Александр Македонский. У Леопарда были четыре крыла. Когда Александр умер, его империя перешла четырем генералам, которые взяли себе Турцию, Египет, Грецию и Сирию. Затем идет зверь с десятью рогами, которые появятся в последнее время в царстве Антихриста. Хочу показать вам закон двойного упоминания. Он говорит о том, что символы могут быть параллельными. И чтобы начать говорить о красном драконе, мне нужно вначале объяснить все это. «Лев» может также символизировать Британию, медведь — Россию, леопард — Германию, а зверь с десятью рогами — Европейский Союз. Чтобы в деталях рассказать об этом, мне понадобится 20 минут. Но я лишь хотел сказать, что есть первоначальное значение, которого мы придерживаемся на основании книги Даниила, а именно седьмой ее главы. Однако эти образы могут также символизировать современные страны. Вы еще со мною? Вы за мной успеваете? Хорошо. Тогда вернемся к дракону. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон семью головами и десятью рогами, и на головах его семь дядей. Этот дракон — это не европейский мифологический огнедышащий дракон. Давайте-ка я перейду вот сюда. В детстве, когда я читал эти слова, то представлял себе огнедышащего дракона. Но этот дракон извергает не огонь, а воду, чтобы потопить остаток. В греческом языке слово «дракон» означает «змея», который может далеко видеться. Древние греки считали, что дракон — это змей с прекрасным зрением, который мог увидеть свою добычу издалека. В истории о красном драконе сказано, что остаток евреев убежал в пустыню, возможно, в Петру, где они нашли убежище. И пока они были в пустыне, Богу пришлось защищать их сверхъестественным образом, потому что дракон собирался напасть на них. Дракон — это дьявол. Этот старый змей, который видит весь мир, попытается уничтожить остаток евреев в последнее время. Мы могли бы на этом остановиться, но меня озадачило то, что это большой или гигантский красный дракон. Красный цвет уже многие годы считается цветом коммунизма. Я, пожалуй, сейчас буду читать с листа, чтобы ничего не упустить. Вы знали, что флаг революции 1844 года был красным, потому что это цвет крови рабочих, пострадавших от капитализма? Вот почему коммунисты выбрали именно красный цвет. В России есть Красная площадь, а китайский правитель однажды сказал, что Восток красный. Запомните это, Восток красный. Также интересно то, что на Земле есть страна, чьей эмблемой является красный дракон. Династия Минь выбрала для своего герба именно красного дракона. И теперь этот дракон символ Китая. Это одна из самых больших стран на Земле. Все вы об этом хорошо знаете. Там проживает один миллиард триста миллионов человек, а в Соединенных Штатах Америки всего триста сорок пять миллионов. Получается, что население Китая в четыре раза превышает население Соединенных Штатов Америки. У нас в армии всего полтора миллиона человек, а армия Китая насчитывает три миллиона человек, включая военную полицию. Это самая большая коммунистическая страна на планете. Я понимаю, что мы выходим по всему миру, но я не боюсь сказать это. Китай самый большой преследователь христиан во всем мире. Это факт. Однако бизнес в Китае постоянно растет. Раньше ВВП был 6,4%, а в Америке всего 1,6%. Они строят фабрики, избивают цены на продукцию и рабочую силу, чтобы достичь еще больших успехов. Во второй половине Великой Скорби, это Откровение 16 глава, наступит засуха, река Ефрат высохнет полностью. И когда она высохнет, то откроет путь царям с востока, чтобы они могли войти в эту часть мира. У меня нет времени, чтобы поговорить о 200-миллионной армии. Она может быть из Индии, из исламских стран или из Китая. Все они могут собрать армию такого размера. Но зачем им идти в эту часть мира? Зачем переходить с Ефрат? Во время Скорби будут проблемы с продовольствием. Мы были в прекрасной стране Иордании. Она на 80% состоит из пустыни. И они говорили нам, что их наибольшая проблема это вода. В Израиле тоже есть засухи, но они открыли для себя капельное орошение, и у них есть запасы воды. Итак, если все на Ближнем Востоке высохнет, то в Израиле есть специальные заводы, которые берут воду из моря и орошают ею землю. Израиль достиг в этом невероятных успехов. Эта страна может давать урожай даже во время засухи. Сирия, Ирак и Ливан не умеют этого делать. У Иордании есть некоторые технологии, но не на таком уровне, как в Израиле. У Египта есть какие-то возможности, но нет таких технологий, как в Израиле. Возможно, в будущем большому красному дракону нужно будет кормить своих людей, и его огромная армия перейдет в Ефрат, чтобы захватить продовольствие и накормить этих своих людей. меня, скажу честно, немного занесло. Я планировал говорить только о красном драконе, но, как всегда, тема очень обширная, поэтому я немного удалился. Но для меня это обычное дело. Надеюсь, я дал вам какую-то пищу для размышления. Пусть Бог благословит вас. Мы с вами были в Мегидде, в самом сердце Израиля. Я вернусь к вам через одну минуту, поэтому оставайтесь с нами. Вас ждет наше предложение. Аминь. Я с восторгом представляю вам наше новое предложение под названием «Апокалипсис легкий для понимания». Наконец-то есть ресурс, помогающий лучше понять книгу Откровения. Многие люди избегают изучения Откровения, боясь не понять ее символизм. А ведь это единственная книга, в которой есть обетование, благословение для читающих и соблюдающих. Я записал двухчасовую программу, в которой простым языком объясняю историю, символы и предсказания Откровения. Я использую простой метод обучения. Молодежь говорит им впервые все понятно. Я прошу вас приобрести эти две DVD-программы с легкими пояснениями. К ним я прилагаю два аудиодиска, в которых я говорю о воинственной ходатайственной молитве, в момент серьезной атаки. Моя проповедь называется «Сатана, руки прочь от моей семьи». И вторая проповедь называется «Как сломить сатанинское сопротивление вашей семье». «Как сломить духи тьмы, восстающие против ваших детей». Это предложение этой недели. Если вы закажете прямо сейчас, я добавлю к заказу еще один диск. «Женщины, вам понравится». Он называется так «Пять женщин в жизни Иисуса». В Новом Завете в родословии Иисуса упомянуто пять женщин, и каждая из них представляет собой одну из женщин, находящуюся в любой церкви мира. Какой женщиной являетесь вы, вы сможете понять, прослушав эту проповедь. Итак, ваши шаги. Мы просим вас прислать пожертвования 30 долларов, чтобы наша программа продолжала выходить в эфир. Укажите номер заказа AME 129, позвонив по телефону, указанному на экране. А также вы можете заказать онлайн на нашем сайте. Мы надеемся услышать вас как можно быстрее, чтобы вы смогли получить наш ресурс «Апокалипсис легкий для понимания». Пишите сегодня, да благословит вас Господь. Не могу вам передать, в каком я восторге от нового предложения этого месяца. Особенно DVD-программа «Апокалипсис легкий для понимания». Это совершенно новый ресурс. Мы записали его, и два месяца редакторы делали из этого программы. И вы обязательно сможете понять книгу откровения после просмотра этих дисков. Не забудьте сделать ваш заказ. Кратко о нашем расписании. В Луисвилле, штате Кентукки, пройдет большая конференция молитвы по евангелизации всего мира. Проходить она будет с 19 июля. Также мы будем в штате Вашингтон. Служение Эль-Шадай будет проводить конференцию сейчас то самое время. Я буду там 28 числа. Пожалуйста, не пропустите. Мы впервые приедем в штат Вашингтон. И наконец, то, о чем я уже говорил вам ранее. Со 2 по 5 августа в Хантинтоне, Западная Вирджиния, пройдет большая конференция в Крайст Темпл Чорч. Я также хотел бы поблагодарить тех из вас, кто молится за наше служение и наших партнеров. Когда мы строили наше здание, мы не представляли, на наши молодежные вориор-фесты и на наше главное событие, которое всегда проходит осенью. Здесь царит удивительная атмосфера. Также я хотел бы обратиться к тем, кто живет в других странах. У нас есть международная библейская онлайн-школа. Многие учатся в ней из Индии, Сингапура, Африки, Индонезии и других стран. Заходите на сайт iso.org и проходите курс обучения онлайн. У каждого служения в мире есть свое видение. Главное видение это распространение Евангелия. Кто-то занимается благотворительностью больше других, кто-то служит своему обществу. Я знаю, что мое основное призвание учить Библии, особенно тайны Библии, пророчества, еврейские корни христианства. Это то самое призвание, которое дал мне Бог. Я его не выбирал. И также я знаю, что моим призванием является обучать новое поколение, наставлять их в Слове Божьем, как духовную армию последних дней. И также еще одна часть моего призвания обучать Слову Божьему весь мир. Я также хотел бы поблагодарить тех из вас, кто молится за наше служение и наших партнеров. Надеюсь, вам нравится наш сайт для партнеров. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к нему в Туре по Израилю с 19 по 28 ноября с возможностью посетить город Петра в Иордании. Звоните нам по номеру, указанному на экране или заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать дополнительную информацию. Количество мест ограничено, поэтому звоните сегодня. Субтитры подогнал «Симон»